Всем привет, мои хорошие! Здесь у меня загружается влог, и сейчас уже пора начинать собираться, потому что завтра мы едем в деревню. И как просто не кстати, у меня сломался ноготь. Сейчас по-быстренькому сделаю коррекцию. Всего один ноготь, думаю, минут за 15 я управлюсь. Может, чуток побольше. Все переделывать не буду, только один. Сняла покрытие, убрала длину, сейчас будем наращивать, чтобы все они у нас были одинакового размера. Ну, пока как-то вот так. Получилась классная форма. Всего 15 минут времени потратила. Сейчас красным цветом на мазюку и готова. И, собственно говоря, готова. Потратила буквально 20 минут своего времени, и вот такие ноготочки у меня получились. Точнее, вот этот один у меня наращенный, а все остальные мои. Когда я делала коррекцию, я уже видела, что здесь идут отслойки, но я просто не стала заморачиваться и сверху забабахала гелем. А сегодня заметила, что уже начало отслаиваться. Я в деревне не смогу просто сделать коррекцию, поэтому сегодня отодрала, сделала, и вот теперь я уже готова к поездке. Теперь надо потихоньку уже собираться. И по-любому там тоже у меня будет куча свободного времени, поэтому я буду рисовать бумажные сюрпризы. Поэтому мне надо обязательно взять с собой каталог. Будем делать коллекции. Возьмем немного бумаги. Самоклеющиеся и обычные бумаги. Все, конечно, брать не буду. Зачем такое количество? По чуть-чуть этой бумаги и немного вот этой. Клей у меня есть вот такие бандуры. не вскрытые. Но я хочу взять вот эту вот малютку. Здесь совсем немножко осталось на донышке. Как раз закончу и выброшу. Обязательно ножницы. Спирт. Думаю, что брать, что брать. И вроде все нужное. Вроде по мелочи взяла один декоративный скотч. Один вот такой. Но хочется прям взять все. Маркеры тут, конечно, тоже. Не разобраться. Вот этот оттенок я обожаю. Ну, где-то, наверное, маркеров 20. Я возьму самые такие, знаете, ходовые оттенки. Которыми я чаще всего пульсуюсь. Постараюсь как-то обойтись. Ими, а может, даже столько не понадобится. Может быть, я просто буду снимать для вас влоги или отдыхать. Мама говорит, что не парься. Просто отдыхай. А я, честно, так не могу. Мне обязательно надо что-то делать. В противном случае я себя начинаю корить за то, что я бессердничаю. Я сейчас перепроверяю, какие маркеры у нас хорошо рисуют. И будем убрать только те, которые хорошо рисуют. А вообще, я сейчас понимаю, как же круто, что я купила машину. Это безумно удобно. Взяла все, что тебе нужно. Но загрузила в машину и поехала. А такси все-таки не знаешь такси. Что скажет, как, почем. Поэтому своя машина это, конечно, огромный комфорт. Вот это, кстати, очень рисует. Его убираем в сторону. Возвращаюсь к вам на следующий день. Опухшее. Но хочу показать вам мое лицо без макияжа. Посмотрите, какое оно стало идеальное. Просто не знаю, с чем это связано. Как так получилось. Вроде ничего особенного я не делаю. Но ни одного высыпания. Просто идеальный тон лица. После того, как я начала пользоваться коллагеном. Я его уже запаковала в сумку. Когда приеду, вам обязательно покажу. Но просто кожа идеальная. Возможно, это совпадение. Это никак не связано с этим кремом. Но я заметила, что именно после того, как я начала им пользоваться, кожа стала выглядеть гораздо лучше. Я, конечно, не могу вам что-то советовать и утверждать. Но вот факт налицо. Сейчас я потихоньку уже буду двигаться. Потому что у меня осталось буквально 20 минут. И моя очередь. Я стараюсь обычно в банке всегда брать в онлайн очередь. Чтобы там не сидеть, не ждать. Я знаю, что конкретно, например, в 11 выйдет моя очередь. И я не потеряю ни минуту лишнего своего времени. Это очень удобно делать в аппликейшене. Я загрузила. Убила все свои данные. Какие услуги мне нужны. Вам тоже, кстати, советую так делать, чем терять свое время в очередях. Мама, мне кажется, собрала абсолютно всю квартиру. Ничего не осталось. Это переноска Твиксика. Он тоже едет с нами. В такие моменты у меня мысли, как бы что не забыть. Вещей много не взяла. Все самое теплое. Потому что там будет холодно. Хотя сегодня очень классная погода. Беру обязательно свой ноутбук. Вот эту влоговую камеру. Кое-что из уходовых средств. И сейчас надо еще разобраться с косметикой декоративной. Сегодня вообще очень удачный день. Мне удалось решить все свои вопросы в банке. Решить абсолютно все вопросы. На улице обалденная просто погода. Можно даже без куртки ходить. Очень жарко. Нету ветра. Прям самый топ. В такую погоду гулять бы. Надеюсь, что в деревне будет такая же погода. Хотя навряд ли. Там всегда бывает холоднее, нежели в боку. Покажу вам свою заюзанную косметику. Совсем чуть-чуть осталось. Вы знаете, что я все добиваю. Беру с собой этот тональный от NYX. И вот эту пудру от Rimmel. Совсем немножко осталось. Румяшки от Sleek. Они, кстати, уже начали крошиться. Их бы надо переспрессовать. Просто по краям совсем чуть-чуть осталось. Приеду и обязательно переспрессую. Честно, я не знаю, зачем я все это беру. Но когда я не беру, мне все это нужно. Поэтому я решила все-таки взять хайлайтер. Так как у меня вот такой вот огромный хайлайтер. И его таскать неохота. Я решила взять вот такую однушку теней от Catrice. Очень классно они переливаются. И эффект такой же, как и от хайлайтера. Но размером гораздо меньше. Поэтому возьмем эту однушку. Мои любимые тенюшки от Golden Rose. Их брать не буду. Не обращайте внимания на этот мой ноготь. Дело в том, что маркером я залила на палец. Вроде палец отмылся. А вот ноготочек так и остался такого цвета. Никак не могу отмыть. В общем, у меня есть такие тени для бровей. Их брать я не буду. А возьму сразу палеткой. Вот этот оттенок я буду использовать на брови. Вот этими тенями буду делать себе макияж глаз. А этим контурирование носа. Вы, наверное, в шоке от вида моей косметики. Насколько она заюзанная, грязная. Но я пытаюсь закончить все, что у меня есть. Потому что у меня очень много декоративной косметики. И вчера, кстати, я лазила на Шейн. Все-таки решила делать заказ. И у Шейн, кстати, появилась своя линия косметики. И там у них очень крутые палетки, теней, цвета, которые я давно хотела. И я вот думаю, блин, брать или нет. Все равно я заказ, наверное, буду делать. Может себе еще палеточку взять, попробовать. Вроде отзывы почитала. Все говорят, что косметика классная. И стоит, в принципе, недорого. Там около 10 долларов за палетку. Попробовать можно. Там девчонки фотографии выкладывали. Там сводчи просто обалденные. Как вы думаете, заказывать или все-таки не стоит? Потому что добивать мне здесь еще очень много чего. Я вот, если честно, думала, что с двумя телефонами будет безумно неудобно. Но наоборот, я в шоке, насколько это удобно. Я, например, пользуюсь этим телефоном. Как только здесь садится зарядка, кладу его на зарядку и продолжаю пользоваться вот этим. А потом наоборот. И, в общем, всегда у меня есть зарядка. Очень удобно. И в машине тоже. На этом телефоне я ставлю музыку. А здесь я снимаю истории. Топчик. Как бы что не забыть. Вроде как все взяли. Ну что, мы уже все запаковали в багажник. Аказа багажник не такой уж и маленький у меня. Все поместилось. Ну что, держим крестики за меня. Я поехала. Шумахер в деле. Мы выехали из города. Причем мы живем на одном конце города. Чтобы поехать в деревню, нам надо проколесить весь город. Слава богу, ничего не произошло. Сейчас мы уже на трассе. Мама сейчас снимет куртку. Мне очень помогает навигатор. Я смотрю, куда надо ехать. Но навигатор, кстати, не держится абсолютно на этом магнитике, который я недавно покупала. Немножко уверенности у меня поддобавилось, так скажем. Вот, мам, как тебе? Пристегнись на всякий случай. Я бы не стала настолько доверять. Дорога длинная. Времени у нас море. Да. Учитывая, что я еще еду со скоростью 85 км в час, мы доедем, я думаю, завтра. Но зато целые и невредимые. Не ври. Ты 90 едешь. Надо еще что-то прикупить для деревни, потому что там ничего нету, никаких условий, спартанские условия. Сейчас мама, наверное, пойдет купить что-то попить. Хотя мы это все могли бы купить и в Баку. Я что-то маме говорю, да ладно, не заморачивайся, возьмем по дороге. Но сейчас по дороге, смотрю, особо никаких супермаркетов-то и нету. Мама тут взяла булочки. Но они не особо мягкие, если честно. И вот фанту. Еще взяла напитки, а поменяла. Вот. Обычная вода без газа и не люблю базированную воду. Нет, нет, никто не едет. Ну что, господа, мои господа, я доехала. Ура! Мама конкретно голо сел. Я представляю, как ты будешь сейчас в этих спартанских условиях. Холодная вода. Нормально, нормально буду. Затопим печку. Да. Я чур сплю на печке. Заехать мне или ты хочешь подмести там? Хочу подмести там, да. Ну хорошо, как хочешь. В принципе, здесь место есть, чтобы проехать другой машинке. Эх, как я соскучилась по деревне. Как я соскучилась по этому дому. Здесь листья. Сейчас это все дело будем подметать. Естественно, в таком состоянии мы это все не оставим. Сначала, наверное, подметем, чтобы машина не мешалась. А потом уже я заеду. Первым делом, конечно же, надо освободить Твиксика. Он всю дорогу вел себя очень хорошо. Особо не мяукал. Я его, наверное, оставлю прямо в этой комнате, чтобы он не потерялся. Лоточек его принесу прямо сюда. И покушать ему. Мой сладкий, не бойся, не бойся. В деревню приехали. Отдохнешь. Как я и предполагала, в деревне действительно холоднее, чем в Баку. Мы сразу затопили печь. Только что я прямо это сделала. Так классно горит огонь. Надо тепло одеваться. У меня там в сумке колготки дополнительные. В общем, буду как капуста. Какая-то закрывается. Вот. Готово. Я, естественно, заняла самую выгодную позицию. Немножко полежу. Здесь такой вайп. Вайп моего детства. Вид у меня, конечно, так себе. Хотя я с тональным. Ну, просто лицо ожирнится. Надо припудрить. Ну, да ладно. Ничего страшного. Здесь печка. И поэтому в этой комнате тепло. Но в остальных комнатах просто морозилка. Очень холодно. Надо тепло одеться обязательно. А еще мы потеряли Твикса. Но я сильно не парюсь. Я думаю, он найдется. Наверное, запрятался куда-то. Я его оставила в этой комнате. А потом заметила, что, оказывается, дверь оказалась открытой. И он куда-то выбежал. Ну, максимум в соседних комнатах. Я не думаю, что он далеко куда-то убежит. Но максимум соседи помогут, отдадут. Я вроде соседям сказала. Но я почему-то думаю, что он где-то в этих комнатах. Просто неохота его искать. В любом случае, он проголодается и обязательно придет. В прошлый раз, когда первый раз я его привезла, Я реально очень палилась, что он может потеряться. А потом прошло немножко времени. Где-то час-второй он прям конкретно обосновался. И уже свободно себя чувствовала. Мне даже понравилось и деревне. Я, конечно, маме обещала, что этот момент я вырежу. Но сейчас на моменте монтажа я смотрю, как это прикольно смотрится. Как мы с мамой никак не можем открыть ворота. Я очень надеюсь, что подряд будут идти влоги, и мама не заметит. Либо просто не посмотрит этот влог, потому что сейчас мы в деревне. Дальше у нас пошли все подручные инструменты. Табуретка, бревно. Затем я вам покажу, как я заезжала во двор. Это тоже шедевр. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. У нас твиксик нашелся. Он сам пришел, начал мяукать. Я же говорила, он немножко погуляет и сам вернется. Но есть еще и плохая новость. Я сейчас получила смс-очку, точнее, две смс-очки о штрафе за превышение скорости. Хотя я ехала очень, мне кажется, медленно. Но все равно получила два штрафа. Два балла. И в общей сложности у меня 60 монат. Штраф нужно будет заплатить. Но я считаю, что это мелочь. На ошибках мы все-таки учимся. То есть, в следующий раз я буду внимательнее смотреть на знаки. В населенных пунктах я немножко превысила скорость, кое-где обгоняла. Хотя мне казалось, что я еду очень медленно. Вот честно, мама подтвердит. Мама ни разу не делала мне замечания, что мы едем быстро. Да, самая большая скорость 107 будет. Да, самая большая скорость это 107. Я проехала на красный в одном месте, но это не заметили. А насчет превышения я даже не думала, что мне может прийти такой штраф. В следующий раз уже, когда мы обратно будем ехать, 80 км в час. Все, выше скорость я поднимать не буду. Нет, просто надо смотреть знаки, где сколько можно. Ну, я вроде смотрела. Хорошо, на этой трассе 120 ездила, и папа всегда. Я о том же говорю, очень много радаров установили сейчас в последнее время. А, сейчас я 120 нигде не увидела. Да, нету. Убрали, по-моему. Убрали, еще я заметила, что машины достаточно медленно едут. Были, конечно, те, кто нас обгоняли, естественно. Но я не могу назвать себя прям таким, знаете, шумахером, что мы прям летели. Мы очень долго ехали, я тебе скажу. Получается, там 140 км мы проехали... 140, да? Навигатор показывал 140. Мы проехали, получается, где-то за 3 часа. За 2 часа. Еще из города же? Да, еще из города. Мы просто живем в одной части города, а деревни находятся вообще в другой части. То есть через весь город надо ехать. Красавчик насылся. Насылся нас красавчик. Это все мелочи. То, что можно решить вопрос за деньги, это все мелочи. Суганый пацан испугался. Хотя всю дорогу он так прям не мяукал, ничего. А сейчас он в таком состоянии, в стрессовом. Но в прошлый раз, когда он остался один дома, вы помните, что произошло с его лапкой? Слышала, что такое происходит из-за стресса. Он сидит, нализывает себе лапку, нализывает, нализывает до того, что у него там появилась какая-то мигрень. В общем, поэтому в этот раз мы его взяли с собой, моего сладкого. Лазит по деревьям, представляете? По деревьям! Продолжение следует...